15 лет подряд крестный ход в Звенигороде проходил по одному и тому же пути. Храм Александра Невского, Церковь Вознесения Господня, Успенский собор, Савино-Старожевский монастырь. Собственно, маршрут не изменился и в этом году. Те же 5 километров через весь город с небольшими остановками. Только на этот раз, перед входом в обитель Великого Святого, самые почитаемые иконы церковного шествия проделали еще 60-километровый вояж. На вертолете. В сопровождении духовных лиц на борт были доставлены иконы преподобных Сергия Радонежского и Савы Старожевского, а также образ Божьей Матери Киева-Братской. Лик Богородицы, как считают в Звенигороде, в годы войны спас город от гибели. Нас вдохновила история, которая случилась во время Великой Отечественной войны. В 41-м году с иконой Божьей Матери Киева-Братской горожане обнесли город. Был такой незапланированный крестный ход, и, как вы знаете, фашисты в Звенигород не вошли. В соседней деревне они стояли три дня, собрали всех жителей в церковь и сожгли. Но каким-то образом Звенигород остался в целом не вредим. Эта икона и по сей день творит чудеса. Даже во время нынешнего крестного хода происходили вещи, которые верующие считают непростыми совпадениями. Например, когда организаторы праздника обратились в вертолетную компанию, им предоставили не просто одного из лучших российских пилотов, а еще и жителя Звенигорода. Город он знает как пять своих пальцев. Мы облетели в основном по окраинам городской черты, облетели в районе железнодорожного вокзала, облетели. Все, что относится к территории города Звенигорода, долетели до Яршова, с Яршова обратно вернулись сюда к монастырям, облетели несколько раз вокруг монастыря. И еще одно любопытное наблюдение. Как только завершился воздушный крестный ход, сразу же начался дождь. Небеса словно специально ждали, пока приземлится вертолет. Вроде непогода, это тоже традиционно. На день преподобного Савва Сторожевского всегда бывает дождик. Воздушный крестный ход впервые прошел на территории Подмосковья. По задумке организаторов, он должен был напомнить о былом величии Звенигорода, который когда-то уступил Москве звание столицы. Не исключено, что и в следующем году часть церковного шествия до Саввина-Сторожевского монастыря также пройдет по воздуху. Алексей Гузеев, Степан Машанов, Новости 360.